Тот, кто проповедует всю истину, оказывается, подобно Иисусу, в уязвимом положении, но одновременно он обладает огромным преимуществом — присутствием и благословением Бога. С первого моего дня служения я старался не умалчивать ни об одном учении, которое, с моей точки зрения, открыто Богом. Пришло время освободиться от рабства старых и сотлевших богословских систем, которые сдерживали наш язык. Арменианин боится сделать шаг в сторону от учения Армения и Весли, а многие кальвинисты ссылаются на Джона Гилла или Жана Кальвина как на высший авторитет. Пришло время разбить оковы человеческих учений и верить по благодати Божьей во все, чему учит Слово Божие, независимо от того, верили в это богословы прошлого или нет. В моем служении не раз бывало так, что, когда я проповедовал так называемое «крайнее учение», содержавшееся в выбранных мною стихах, некоторые люди оскорблялись этим. Им не нравилась такая проповедь, они не могли ее слушать и уходили. Хорошо, что они уходили. Я не сожалею ни о ком из них. С другой стороны, когда я выбирал отрывки, в которых Бог обращается к грешникам с призывом обратиться, и проповедовал безмерную любовь Христа к людям, когда я предупреждал грешников об их ответственности, которую они несут за слышание Евангелия, а также о том, что если они отвергнут Христа, то кровь будет на их головах, я сталкивался с иной категорией людей, которые не могли понять, как можно призывать грешников обратиться. Со временем эти замечательные люди тоже покидали нас, чтобы погрязнуть в болоте гиперкальвинизма. В отношении этих людей мне тоже остается пожелать, чтобы они присоединились к своим единомышленникам и не оставались среди моего собрания. Наша цель — провозглашать истину. Если учение от Бога, то мы принимаем его, если оно не подтверждается словом, тогда мы отвергаем его, долой того, чего нет в Слове Божьем. Но если учение есть в Писании, то неважно, противоречиво оно или нет, систематизировано оно или является набором отрывочных идей, я принимаю его. Иногда кажется, что одна истина противоречит другой, но мы убеждены, что это невозможно, что это лишь результат неправильного суждения. Любые два учения в Писании согласуются, хотя в данный момент мы не знаем, как, но надеемся узнать позже. Бог избрал для себя народ, который будет возвещать его хвалу. Мы верим, что Писание ясно учит этому, и что любой может принять эту истину, если удосужится, отложив предупреждение внимательно прочитать Библию. Но мы также верим в то, что Христа надо проповедовать всем людям без исключения, что мы можем совершенно честно и искренно предлагать людям Евангелие, что наши призывы не будут формальностью, несмотря на то, что Бог избрал ко спасению лишь некоторых. Мы веруем всем сердцем и в избрание, и в необходимость призывать грешников к покаянию. Возможно, этим утром не все одобрят то, о чем я буду говорить. Но я и не ищу вашего одобрения. Для меня важнее иметь чистую совесть, знать, что я не скрыл великую истину, а честно проповедовал Евангелие. Я не подотчетен вам, а вы и мне. Вы ответите перед Богом, если отвергнете истину, и я отвечу перед Ним, если буду проповедовать ложь. Я не боюсь предстать пред Ним с верой в те учения, которые я буду сегодня излагать вам. Сегодня мы сосредоточим внимание на двух моментах. Во-первых, я постараюсь изъяснить суть Божьего избрания. Во-вторых, показать Его практическую важность. И то, и другое есть в выбранных мною стихах. Вот у Господа Бога Твоего небо и небеса небес, земля и все, что на ней. Но только отцов Твоих принял Господь и возлюбил их, и избрал вас, семя, их после них, из всех народов, как ныне видишь. А затем следует практический вывод. Итак, обрежьте крайнюю плоть сердца вашего и не будьте впредь жестоковыны. Говоря об избрании, я хочу обратить ваше внимание в первую очередь на то, что оно весьма удивительно. Бог избрал для Себя многочисленный народ из детей Адамовых, испадшего и отступившего от Бога человечества, которое произошло из чресел бунтовщика. И это чудо из чудес, если мы вспоминаем о том, что все небо и даже небеса небес принадлежат Господу. Если Богу надо было избрать в Себе народ, почему Он не оставил свой выбор на величественных ангелах или огненных херувимах и серафимах, окружающих Его престол? Почему не был избран Гавриил? Почему Он не был создан таким образом, что от Него мог бы произойти многочисленный и могучий народ ангелов? И почему они не были избраны Богом прежде создания мира? Что есть такого в человеке создании меньшим ангелов, что Бог выбрал его, а не ангельский мир? Почему не херувимы и серафимы были даны Христу? Почему Он не воплотился в ангела и не объединил природу ангелов со Своей? Ангелы лучше подходят для божества, чем человек с его слабым, подверженным страданиям телом. Было бы естественнее, если бы Бог сказал ангелам, «Вы будете Мне сынами». Но нет. Хотя все это принадлежит Ему, Он проходит мимо иерархии ангелов, снисходит к человеку. Он принимает отпадшего червя земного и говорит Ему, «Ты будешь Мне сыном». И миллионам других людей Он говорит, «Вы будете Мне сынами и дочерями по вечному завету». «Но, — скажет кто-то, — очевидно, что Бог избрал падших людей, чтобы явить им Свою благодать, а ангелы для этой цели не подходили, поскольку они не отпали от Бога. Я отвечаю на это, что некоторые ангелы пали, не сохранили своего достоинства и оставили свое жилище. Они обречены на вечный мрак тьмы». «Пусть Мне ответят те, кто отрицает всевластье Бога и ненавидит Его избрание, почему падшие ангелы осуждены на вечный огонь, а вам, детям Адамовым, проповедуется Евангелие Христа». Ответ может быть только один. «Бог так захотел». «Он имеет право распоряжаться своей милостью по своей воле. Ангелы не заслуживают милости, но мы тоже. Однако Бог даровал милость нам, но лишил ее ангелов». «Падшие ангелы скованы цепями и сохраняются для вечного огня, в который будут ввергнуты в последний день, а мы спасены». «Я склоняюсь перед Твоим всевластием, великий Бог, и признаю, что Ты поступаешь так, как угодно Тебе, и не даешь никому отчета в своих действиях». Я выскажу еще одну мысль, чтобы подчеркнуть особенность божественного избрания. Бог обладает неограниченными творческими возможностями. Если Ему было бы угодно сотворить народ, который обладал бы всеми Его благословениями, который был бы в союзе с Его Сыном и царствовал вместе с Ним, почему бы Ему не сотворить новый народ? Когда Адам согрешил, Бог без труда мог бы прекратить существование падшего мира. Ему достаточно было сказать одно слово, и земля исчезла бы, как пена исчезает в волнах, родивших ее. От греха Адама не осталось бы и следа. Его падение могло быть забыто навсегда. Но нет. Вместо того, чтобы сотворить новый народ, незапятнанный грехом и неспособный грешить, вместо того, чтобы привлечь к себе чистых, неосквернившихся, непорочных людей, Бог привлекает падший и испорченный род, возносит его на вершины святости дорогой для себя ценой, смертью своего Сына через действие своего Духа. Как удивительно, что мы стали жемчужинами славы в Его венце навечно! О, удивительный выбор! О, странное избрание! Моя душа потеряна в его глубинах, и я могу лишь, замерев, воскликнуть, О, благость! О, милость! О, всевластие Божьей благодати! Объяснив удивительность избрания, я перехожу к следующей мысли. Подумайте о полной свободе избирающей любви. Почему Бог возлюбил их отцов? Только потому, что Он сделал так. Другого объяснения нет. И только отцов твоих принял Господь и возлюбил их, и избрал вас, семя их после них, из всех народов, как ныне видишь. У Бога были, несомненно, веские причины, чтобы поступить так, потому что Он всегда делает по совету Своей воли. Но ясно, что причина не кроется в добродетелях или заслугах созданий, которых Он избрал. Задумайтесь об этом на мгновение. Давайте убедимся, что в избранных Богом людях нет изначальной благости. Что было хорошего в Аврааме, которого избрал Бог? Он происходил из идолопоклоннического рода, и о нем сказано, что он был странствующим арамеянином. Бог, словно желая подчеркнуть, что неблагость Авраама была причиной его избрания, говорит, взгляните на скалу, из которой вы иссечены, в глубину рва, из которого вы извлечены. Посмотрите на Авраама, отца вашего, и на Сару, родившую вас, ибо я призвал его одного, и благословил его, и размножил его. В Аврааме так же, как и в прочих людях, не было ничего, что могло бы побудить Бога избрать его, ибо все хорошее, что было в Аврааме, было вложено в него Богом. А если Бог вложил в Авраама нечто доброе, то причиной этого действия не могло быть то, что в Аврааме было это доброе. Нельзя найти причину какого-то действия в самом себе. Должен быть какой-то мотив, лежащий вне самого факта деяния Божьего. Другими словами, если Бог избрал человека, чтобы он был святым, праведным и хорошим, то он не мог избрать его по той причине, что этот человек станет святым, праведным и хорошим. Это был бы абсурдный вывод, что следствие превращается в причину. Следствие становится причиной его причины. Если бы я стал вас убеждать, что бутон розы является причиной того, что в земле есть корень розы, вы бы стали смеяться надо мной. И если бы я попытался доказать, что нечто доброе в человеке является причиной его Божьего избрания, одновременно соглашаясь с тем, что все доброе вложено в человека Богом, то выглядел бы я очень глупо. То, что является следствием, не может быть причиной. А есть ли в человеке изначально какое-либо добро? Если бы Бог избрал нас на основании чего-то доброго в нас, мы все остались бы неизбранными? Разве нет у каждого из нас злого, неверующего сердца? Разве не все мы уклонились с истинного пути? Разве не все мы по природе испорчены? Если Он избирает нас, то совсем не потому, что в нас изначально есть нечто доброе. Но, возразит кто-то, возможно, Бог избирает на основании предвиденного в нас добра, на основании того, что Он предвидел, что мы уверуем и будем спасены. Поистине глубокая мысль. Представьте, что в деревне живут бедные люди, и в нее приезжает король. Девяносто человек из ста получают от него золото. Кто-то спрашивает, почему король дал золото этим девяносто людям? Местный сумасшедший из своего темного угла отвечает, он дал им золото, потому что предвидел, что оно будет у них. Но как он мог предвидеть, что у них будет золото, если бы он сначала не решил дать им его? Вы говорите, что Бог дает людям веру, покаяние и спасение по той причине, что он предвидел, что люди будут обладать ими. Однако на самом деле он не предвидел это раньше, чем решил наделить людей дарами. Он предвидел, что даст им благодать. Но какова причина того, что он дал ее им? Ну, конечно же, не его предвидение. Это было бы абсурдно, и только сумасшедший может выдвинуть такую идею. О, отец, если ты дал мне жизнь, свет, радость и мир, то у тебя были на то причины, но этими причинами не было что-либо увиденное тобою во мне. Ибо я по-прежнему отхожу от тебя в сторону. Моя вера порой ослабевает, и любовь угасает. Во мне нет ничего, за что меня можно похвалить, что могло бы удовлетворить тебя. По твоей благодати, только по благодати я есм то, что есм. Так говорит каждый христианин, и так должен говорить каждый христианин. Есть ли вообще какой-то смысл спорить и обсуждать абсурдную идею, что человек может обязать своего Творца? Неужели замыслы вечного будут зависеть от воли человека? Будет ли человек господином своего Создателя? Неужели свободная воля человека положит конец всевластию Бога? Восядет ли человек на престол Божий и будет ли судить его замыслы по своему благоволению? Обяжет ли он Бога своими заслугами избрать его? Может ли человек сделать что-либо, что ограничит действия Яхвы? Кто-то очень верно заметил, что человек готов наделить свободной волей кого угодно, но только не Бога, желая, чтобы Бог был его рабом? Да, мы верим, что Бог дал человеку свободную волю, но мы не верим, что тем самым Бог лишил себя свободной воли, что Он потерял право использовать ее. И вы знаете, Бог ставит границы человеческой воли, а не наоборот. Нет, Бог обладает свободной волей и поступает в соответствии с ней, и никакие заслуги человека не могут ограничить Творца. Человек не способен заслужить что-либо. Но даже если бы у человека были какие-то заслуги, то никогда они не могли бы быть настолько большими, чтобы мы могли требовать послать нам Христа. Если мы заслужили спасение, это значит, что мы настолько праведны, что заслуживаем небеса, заслуживаем быть вместе со Христом, заслуживаем вечной славы. Мы вернемся к старому учению католической церкви, если поднимем якорь и отрубим канат, на котором держится наш корабль. То есть если будем говорить о том, что человек может заслужить милость Бога. Но это же нечестивый кальвинизм, воскликнет кто-то. Ну что же, если вы хотите так это назвать, как вам угодно. Кальвин нашел это учение в Писании. Несомненно, он также воспользовался трудами Августина. А Августин, крупнейший богослов и учитель благодати, постиг это учение благодаря посланиям апостола Павла и только его. А Павел, апостол благодати, получил его по вдохновению от Господа Иисуса. Мы можем проследить свою родословную прямо до Христа. Поэтому мы не боимся того, что на славную истину Божью надевают ярлыки. Избрание безусловно. Оно не зависит ни от изначальной благости человека, ни от благости предвиденной, ни от заслуг, которые человек мог бы представить Богу. Я перехожу к самой сложной части моей сегодняшней беседы. Справедливости избрания. Я буду отстаивать великую истину о том, что Бог избрал людей для себя и рассмотрю ее в нетрадициональном виде. Мои доводы сводятся к следующему. Вы утверждаете, что если Бог избрал некоторых людей ко спасению, то Он поступил несправедливо. Я прошу вас доказать это. Предоставить доказательства должны вы, а не я, ибо Я утверждаю, что избрание не заслуживает никто. Есть ли настолько дерзкий человек, который бы заявил, что Он заслуживает что-либо от Своего Создателя? Если такой человек существует, то знайте, что Он получит все, что заслуживает. Его наградой будет вечный огонь ада, ибо именно это заслуживает человек от Бога. Бог не должен ничего ни одному человеку, и все люди в последний великий день получат от Бога столько любви, столько милости, столько доброты, сколько они заслуживают. Даже те, кто погибнут в аду, получат все, что они заслужили, и горе им, когда придет день получить гнев Божий, который является венцом всех их заслуг. Если Бог воздает человеку по заслугам, то разве можно обвинить его в несправедливости, когда он дает кому-то бесконечно больше, чем тот заслужил? В чем несправедливость человека, поступающего так, как ему угодно, с тем, что принадлежит ему? Не имеет ли Бог права давать то, что он хочет? Если бы Бог был кому-то должен, тогда бы его можно было бы обвинить в несправедливости, но он никому ничем не обязан, и если раздает благословение в соответствии со своей свободной волей, то кто из людей будет обвинять его? Бог не причинил тебе зла, он не обидел тебя, выдвигайте свои требования, и Бог удовлетворит любое из них, если ты праведен и можешь что-то требовать от своего создателя, то встань и заяви о своих добродетелях, и он будет отвечать тебе, припаяшь чресла свои, как муж, предстань пред ним и защищай свою праведность, он заставит тебя трепетать, ты будешь ненавидеть себя и лежать в прахе и пепле, ибо твоя праведность есть ложь, и твои лучшие добрые дела, как запачканные одежды. Бог не причиняет зла ни одному человеку, благословляя некоторых других. Как странно звучат обвинения Бога из уст человека, словно Бог действительно не справедлив, я могу обосновать справедливость избрания иначе. Кому из вас Бог отказал в милости и любви, когда вы просили о них? Не предлагает ли Он всем вам Евангелие даром? Не призывает ли Его слово прийти ко Христу? И разве не сказано «Всякий жаждущий пусть приходит»? «Разве вас не призывают каждое воскресенье обратиться ко Христу и довериться Ему? Если вы не сделаете этого и погубите тем самым свои души, то кого в этом надо винить? Если вы доверитесь Христу, вы будете спасены, Бог не откажется от своего обещания. Испытайте, проверьте Его. Если вы отрекетесь от греха и доверяетесь Христу, то вы избраны, но если вы будете упрямо отвергать Евангелие, которое слышите почти каждый день, если вы не захотите спастись, то ваша кровь будет на вас самих. Вы можете погибнуть только по одной причине, если продолжите жить в грехе и откажетесь просить о спасении Его. Вы отвергли, вы оттолкнули Его от себя, и предоставленные сами себе вы не примете Его. Я не могу прийти к Богу, скажет кто-то. Ваша неспособность прийти объясняется тем, что ваша воля неспособна обратиться к Богу. Если бы вы захотели, вы бы нашли силы прийти. Вы не можете обратиться, потому что слишком крепко держитесь за свои грехи, вы слишком сильно любите свои беззакония. Именно поэтому вы не можете прийти к Богу, и эта неспособность является вашим преступлением, вашей виной. Вы могли бы обратиться, если бы умерла ваша любовь ко греху и к самому себе. Неспособность ваша объясняется не вашим физическим состоянием, а испорченностью вашего естества. О, если бы вы только захотели быть спасенными! Вот в чем суть. Вы не желаете, вы и не будете желать, пока благодать не даст вам это желание. Но кто виноват в том, что вы не хотите быть спасенными? Никто, кроме вас самих. Вина целиком лежит на вас. Если вы отвергаете вечную жизнь, если вы не обращаетесь ко Христу, если вы не доверяетесь Ему, то знайте, что вы сами осуждаете себя на погибель. Был ли такой человек, который бы искренно желал спасения, а Бог не спас его? Нет, нет, тысячу раз нет, ибо желающий спасения уже научен Богом, дающий желание даст вместе с Ним силу. Причина неспособности обратиться кроется в воле человека. Как только человек получает желание прийти ко Христу, он также получает способность сделать это. Таким образом, ваша погибель — это ваша собственная вина.